В девятом государстве, да, большой охотник бежал по лесу в поисках дичи. Но дичь куда-то щемилась, и поймать его было невозможно. Но вдруг, и сам охотник увидел что-то маленькое и белое. Это было маленькое существо. Оно так испугалось, что не успело убежать. Оно тряслось, оно боялось, оно стало мокрой, не зафибрировала и стала жаловать большому охотнику. И стала говорить с тоненьким детским голоском. Я такой маленький, а ты такой большой, такой большой и сильный, и добрый. Я люблю тебя. Охотнику стало приятно. И он уже не захотел убивать маленького существа. Он подумал, ну, может быть, потом. Но сначала... ТРАПЛЁВ! Какая-то не детская стаска, что чем-то кончилось. И закончилось. Это все продолжается. Они бегут с членами, как с обестрельным оружием. Все, все. Ну, может быть, ну все, может быть все. А когда я женщина приходила, например, пришла и жалуется мне на своего гинеколога. А это то. А я говорю, гинекологу, на парфюсу и жалуйтесь, да? А она говорит, нет, это гинекологичка, как гисталка. И не поговорить с ней, как с человеком, даже тыкает всегда. Да, в смысле, ты говорила. А я знаю, я таких знаю. По-хорошему надо искать долго, долго искать. Я 10 лет искала. А давайте я расскажу вам сказочку про страшного гинеколога. А вы ешьте, ешьте шкала. А вы почему не идете? У меня нет прямых привычек. Итак, страшный гинеколог. Страшный гинеколог бывает женщиной. От этого еще страшнее. Ты входишь к ней в кабинет и сразу чувствуешь себя виноватой. Напротив входа или напротив голого окна стоит страшное кресло. Никакой ширмы рядом, ничего. И не полотенцовый спрашивает тебя об интиме. Ты чувствуешь себя на страшном луде. Нет площадок, нет нерчащих обстоятельств. И очень важно, сколько раз у тебя бывает секс ни с кем. И ты выбираешь, что сказать, чтобы она не подумала, что ты шлюха. Но она все равно так думает. Она спрашивает, зарегистрировала ли твой прав. Как вы куда-то от этого зависит, как вы куда-то от твоей пудки. Холодно, глубоко раздеваешься, снимаешь трусы, лезешь на кресло. В лучшем случае видишь деревья за окном и голубы прохожих. Резким движением страшный гинеколог всохывает в тебя холодные железные инструменты задухленно. Ты кричишь от боли, от царапины, она ручит. Чувалю, аж терпи, как рожать-то будем, такие нежные. Она смотрит безгрима у тебя, и тебе кажется, что она видит что-то мерзкое там. Что-то типа мной над бородавом, да. И тебе очень стыдно за себя, за то, что ты женщина. Да, Вера? А вот они спрашивают. Спасибо.